Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Мы продолжаем выпуски Камчатка день за днём, в которых читаем старые газеты и старые документы прошлого века. Сегодняшний выпуск Камчатка день за днём расскажет о том, как проходили дни полуострова с 28 января по 3 февраля. Приступим к нашим играм. 28 день января. 41 год прошлого века. Газета «Камчатская правда». По радио в редакцию из Эсса передана заметка, называющаяся «Подарки пастухов и охотников Анафгайского табуна». В честь 18-й конференции ВКПБ в Быстринском районе развернулась широкая волна социалистического соревнования. пастухи Анафгайского второго оленьего табуна взяли обязательство добиться отличной охраны табуна. Не допускать потери оленей от хищников, волков. Они вызвали на соревнования всех пастухов Анафгайского табуна возщики-стахановцы Банаканов, Солодяков, Амганов, работающие на перевозке грузов на оленьях нартах при норме в горных условиях 120 килограммов на нарту обязались возить по 160-170 килограммов. Сейчас обязательство перевыполняется. Они берут по 220-250 килограммов. Обратите, кстати, внимание, как они насилуют животных, заставляя возить их в два раза больше груза. Ну, животное материал расходный. Что не сделаешь ради ВКПБ. Коллектив Охотникова-Навгая выполнил план пушных заготовок четвертого квартала на 200%, Охотник, Комсомолец, Иннокентий Коярков в один день выполнил квартальный план пушных заготовок. Он упромышлил четыре лисицы, два соболя, горностая, росомаху. Глагол упромышлить не употребляется, по-моему, с начала 50-х годов. День следующий. 29 января. 40-й год. Опять газета «Камчатская правда». Сотрудник областного музея Николай Иванович Маргалев, который, кстати, вскоре станет директором музея, пишет заметку, в которой сообщает, областной музей в Петропавловске пользуется популярностью среди трудящихся. Интерес к музейным ценностям возрос. Помогла в этом плановая работа музея и конкретная ответственность работников за определенные участки. Основным направлением в работе музея за прошлый год, было пополнение его новыми экспонатами, приведение в порядок имеющихся и создание новых отделов. Силами самих работников музея был открыт пушной отдел и изготовлены для него экспонаты соболя, лисицы, белки, горностаи и другие. В экспозиционном зале размещены новые экспонаты птиц, морских животных, полученных от Котинро. Котинро – это Камчатское отделение Тихоокеанского института нерестовых рыб океана. Сейчас этот институт называется Камчатниро. Маргалёв приводит цифры. В 1938 году музей посетили 13 084 человека, а в 1939 году – 19 871 человек. Эти цифры говорят о том, пишет Маргалёв, что население Камчатки любит музей, интересуется его ценностями и имеет большое желание изучать свою область и ее богатство. Далее Маргалёв жалуется. На работе музея отражается частая смена директоров. В 1939 году, например, сменилось три директора. Музеем никто серьезно не занимался. В результате до декабря 1939 года он оставался без дров, не были отремонтированы печи. Ну как вы думаете, почему в конце 30-х годов постоянно менялись директоры музея? Да все просто. Потому что большевики, декларируя верность культуре, в то время носители культуры и культур-треггеров уничтожали. Достигнутые успехи мы закрепим, обещает Маргалёв. Еще лучше, еще полнее оборудуем музей. Дадим возможность нашему посетителю узнать о тяжелом прошлом жителей Камчатки и о их прекрасном настоящем. Рад я, что дожил до этого времени. Публикация следующая. Директор Ушковского рыбоводного завода Лобеев 30 января 1947 года, опять-таки в газете «Камчатская правда» пишет статью «20 лет на службе рыбной промышленности Камчатки», статью, посвященную тому, что в 1947 году Ушковскому рыборазводному заводу исполняется 20 лет. Директор приводит цифру. В 1946 году нам был установлен план сбора икры в количестве 25 миллионов штук. Эта цифра требовала от всего коллектива большого напряжения сил. Дело в том, что наш завод в течение долгого времени не пополнялся оборудованием, не был проведен его капитальный ремонт. Достаточно сказать, что свыше 50% рамок были заменены путем восстановления старых, которые раньше считались непригодными для работы. Пришлось также на месте своими силами изготовить 200 килограммов гвоздей. Вы когда-нибудь бывали на Ушковском озере? Я бывал и не один раз. Видел остатки завода. На Ушках сейчас расположен наблюдательный их теологический пункт НИП. Это несколько старых домиков. Ну а вы представьте, это значит, что там был настоящий поселок. Кстати, он на самом деле был. Я видел старые фотографии. И там была кузня. И вы представляете, на Ушковском озере работники рыбоводного завода, тогда назывался рыборазводный завод, самостоятельно в кузнице ковали гвозди. Лобеев жалуется, что коллектив завода не раз просил помощи усть Камчатского комбината. Однако директор этого предприятия, товарищ Лычагин, в помощи нам отказал. Не выдал он заводу соли и дэви. По всему чувствуется, что глав Камчатры пром совершенно не интересуется нашей работой. Подобную же линию заняла Камчатская станция в НИРО. Нам сейчас очень нужен специалист, их теолог, необходимые реактивы, без которых нельзя оборудовать лабораторию. Из-за отсутствия всего этого вынуждены ездить в ключи на вулканологическую станцию и производить там анализы. Искусственное воспроизводство на Камчатке началось, если я не ошибаюсь, еще в 2011 году. И в советское время оно почти не прерывалось. Сейчас на полуострове действуют пять рыбоводных заводов. А они каким-то образом, не в полной мере, но компенсируют ущерб от браконьерства, как организованного, так и не организованного. Последний день января 1919 года. Газета «Камчатский вестник» публикует объявление. При Камчатском народном театре организуется струнный оркестр. Лица, желающие принять участие, могут записаться. Запись принимается ежедневно. Начиная с четверга 30 января с 4 до 6 часов вечера. В здании народного театра за неимением инструментов желательно, чтобы каждый из записавшихся имел свой инструмент. Балалайку, гитару, мандолину. Обращаю внимание художественного руководителя Камчатского камерного оркестра имени Георгия Авакумова Александра Гелева. Друг мой, Саша, а может быть, историю оркестра. Есть смысл отсчитывать с 1919 года. Не ходит, не надо. Продолжаем наше изыскание. Начинается февраль. Первый день февраля, 55-й год прошлого века, инструктор политотдела Карамов гордо сообщает, что в воскресенье 30 января, то есть двумя днями раньше публикации, у здания госполкома был дан старт агитпохода лыжников, посвященный выборам в Верховный Совет РСФСР и местные советы депутатов трудящихся. Участники похода комсомольцы и молодежь морского порта и судов пароходства. Всего 20 человек. Лыжники, пишет инструктор политотдела, побывают в Елизово, хуторе, коряках, подшефном камчатском совхозе, на Чиках, зайдут в соседние колхозы. Здесь они помогут агитпунктам в подготовке к выборам, проведут ряд докладов и бесед, познакомят избирателей с биографиями кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР и местные советы, устроят концерт художественной самодеятельности, спортивные встречи. Вот таким образом даже спорт и физкультуру в советские годы ставили на службу идеологии. Таким образом, из простых людей на селе агитаторы делали красных зомби. Движемся дальше. 2 февраля, 23 год. Газета «Полярная звезда». Большевицкий агитатор, большевицкий номенклатурщик Виталий Толкачев, более известный под кличкой Кручина, был еще и матерым графоманом. Когда он редактировал газету «Полярная звезда», то в каждом номере газеты, пользуясь служебным положением, он непременно публиковал свои бездарные стишата. Этот номер, номер от 2 февраля 23 года, исключением не стал. Там опубликован стишок «Вперед, коммунары». Мозолистые руки и мускул упруг, дай волю, размах уж и редай круг. Вперед, коммунары, вперед, удальцы, для счастья народа мы все кузнецы. Послушаем нам молот, пилает опор, мы дети свободы, мы любим простор. Вперед, коммунары, вперед, удальцы, для счастья народа мы все кузнецы. В борьбе, не желая кровавых потех, мы мира, мы хлеба достанем для всех. Вперед, коммунары, вперед, удальцы, для счастья народа мы все кузнецы. Мы равенство ищем, мы братству зовем, мы новый светильник над миром зажжем. Вперед, коммунары, вперед, удальцы, для счастья народа мы все кузнецы. Разрушим мы в странах насилие оплот, воспрянет свободный рабочий народ. Вперед, коммунары, вперед, удальцы, для счастья народа мы все кузнецы. Мы новый, мы светлый построим наш мир. И тризнен исправим по рабству мипир. Вперед, коммунары, вперед, удальцы, Для счастья народа мы все кузнецы. Вот подобные сочинения Саркастичный прозаик Михаил Булгаков В свое время устами одного из своих персонажей Определил короткой презрительной репликой Взвейтесь да развейтесь. Полярная звезда 2 февраля 23 года прошлого века Стишок Виталия Толкачева по кличке Кручина. Это совсем не то что нехорошо, Это вообще идиотизм я считаю. Ну и последний день нашего сегодняшнего выпуска «Камчатка день за днем» — это третий день февраля, год 36-й. Газета «Камчатская правда». Новая постановка театра. Сегодня в городском драматическом театре новая постановка. Идет пьеса «Страх» Афиногенова в девяти картинах. Режиссер — заслуженный артист республики Гловацкий. В спектакле участвуют артисты Иеропская, Бородякова, Славина, Прусакова, Хохлова, Маслова, Градецкий, Березницкой, Сугробкин, Шелагин, Сахаров, Новожилов, Еремеев и Смирнов. Роль профессора Бородина исполняет Гловацкой. Декорации выполнены по макетам художника Малахова. Вот так прошла на Камчатке неделя с 28 января по 3 февраля включительно в разные годы. Но это не точно. Это был выпуск «Камчатка. День за днем». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится наблюдать, как жил полуостров в прошлом веке, пишите комментарии. И, пожалуйста, если вы тут впервые, выполните вот эти рекомендации в правом нижнем углу кадра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok